Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Сибринг! Добро пожаловать в Сибринг! Субтитры делал DimaTorzok Добро пожаловать в Сибринг! Добро пожаловать в Сибринг! Добро пожаловать в Сибринг! Здорово снова получить возможность выступать на этой трассе! Здесь нет привычных гламурных гаражей, да они и не нужны нам, главное выступать на правильных трассах! Протяженность этого автодрома составляет 6 километров и 20 метров! Я думаю, что огромные кочки и жара вместе окажут серьезную нагрузку и на пилотов и на машины! Шины будут сильно расходоваться, подвеска будет испытывать огромные нагрузки! Нам придется иметь в этом дело на протяжении всех кругов на протяжении 8 часов! В общей сложности здесь 17 поворотов! Мы видели, что в зачете производителей в Олимпиаде лидирует Toyota, но в GT и Porsche с преимуществом аж 76 очков! Я думаю, что здесь Питвэм просто будет наполнен болельщиками по ходу уикенда, рассказывает Билли Джонсон из Форда! Они будут везде в паддеке, и мы действительно сможем зарядиться от них этой энергией, которая подстегнет нас поскорее прыгнуть в машину и показать хороший результат! Мы хотим побить рекорд этой трассы, и я думаю, что нам не просто под силам решить эту задачу, мы сделаем это легко! Это действительно очень качковатая трасса из 6 километров, километра и 100 метров, это старый бетон, настоящие бетонные плиты! Ведь частично трасса проходит по взлетно-посадочной полосе аэродрома, который был построен еще в 1941 году здесь во Флориде, и с тех пор бетонные большие плиты здесь не меняли, там иногда очень сильные зазоры, стыки, кочки! Это действительно большая особенность данной трассы! Добро пожаловать в Сибринг! Здесь больше 150 тысяч болельщиков собралось для того, чтобы посмотреть на эти быстрые автомобили и на лучших пилотов в мире, которые выступают в гонках и на выносливость! На полпозиции в категории GTA команда Dempsey Proton, экипаж под номером 77, Кристиан Рейс, владелец этой команды, начнет гонку, ну а в классе GT Pro на полпозиции расположился 92-й экипаж команды Oluf Monte, это лидеры категории GTA Pro, они возглавляют чемпионаты, в частности экипаж Кристенсена и Эстре с преимуществом в 43 очка! И вот здесь мы видим Брэндона Хартли, который говорит, что здорово вернуться, очень много ребят, которых он знает, его очень тепло приняли здесь вновь в семье автогонок на выносливость, и также он выступал очень много в Америке, поэтому его знают и в паддеке Вэка, и в паддеке Имсы! Ну а Николай Аляпьер говорит, что здесь нужно рисковать на этой трассе, для того, чтобы получить преимущество, ты выигрываешь больше времени, когда едешь на пределе, и это хорошее ощущение! Действительно, здесь в пятницу проходила гонка Вэк, а на следующий день 12-часовой марафон Сибринга, этап Имсы, и некоторые болельщики считают, что это как Марти Грасс или Вудсток автоспорта! Ну и болельщики здесь признаются в любви, гонкам на выносливость! Трагические новости были накануне. В среду в Австралии скончался Чарли Уэйтинг в возрасте 66 лет, человек, который сделал очень много для безопасности в автоспорте, человек, который всю жизнь служил автоспорту. Вначале в роли механика в Брэбоме, затем был старшим механиком и выигрывал, можно сказать, титулы с Нельсоном Пике, ну а последние 20 лет он был гоночным директором в Формуле-1 и отчаянно боролся за безопасность. Его не стало, он скачался скоропостижно из-за тромба в легких. Видели вы эту трассу с фотоспорта птичьего полета? Ее протяженность составляет 6 километров и 19 метров. Из них, как я уже и говорил, километры 100 метров. Это очень неровное бетонное покрытие, да и остальная трасса, где лежит асфальт, она достаточно неровная. Там много стыков, много заплаток, много заделанных специальным резиновым покрытием щелей. И к тому же, большей, своей частью, она довольно-таки узкая, так что трафик здесь будет играть очень большую роль. Видели мы Михаила Алешина, это Брэндон Хартли, Виталий Петров, кончики СМП Рейсинг. Ну и, конечно же, очень много здесь болельщиков у Фернандо Алонсо, который накануне побил абсолютный квалификационный рекорд этой трассы. Также видели Стефана Срозана, здесь Бруно Сена и Фридс Энсингер. Что касается рекорда Алонсо, то предыдущий принадлежал Марселю Фесслеру. Он остановил его в 2013 году на Ауди Р-18. Например, этапа американского Лимана и было минута 43,886 секунды. Алонсо побил это время на 3,7 и прошел круг квалификации за минуту 40 и 124 на Тойоте ТС-050. Вот обладатели по оппозиции в GTM. Дэмси Протон Христиан Ридт начнет гонку. Второе место у команды Проджект Ван, о которой еще расскажем отдельно. Там гонка начнет Дежо Перфетти. Ну а подопечные Фридса Энсингера также на первом месте в своей категории 92-й экипаж Порше, лидеры чемпионата GTM. Сейчас очень сильно меняется погода и когда я шел на стартовую решетку, то почувствовал несколько капель дождя. Так что гонка будет интересной, но я надеюсь, что погода все-таки будет стабильной, что дождь не пойдет, потому что и без мокрого покрытия данная трасса достаточно сложная и бросает вызов. Посмотрим, и у нас хорошая машина. Многие здесь пришли проведать друзей, в том числе и Тима Берхард, который на следующий день поедет 12-часовой марафон на Мазде под номером 77. Я говорил со многими фанатами, многие из них приехали из Европы, и действительно было ради чего ехать, ведь здесь два таких больших чемпионата и две такие большие гонки в мире спорткаров. LMP2 на полпозиции так же, как в GT лидеры чемпионата. Команда Джеки Чана и Дэвида Ченга. Хопи Тун начнет гонку за рулем 38-го прототипа. Третий Ребелион оказался лучшим на стартовой решетке среди негибридных машин LMP1 по итогам квалификации, но только потому, что у Стефана Саразана отобрали один из лучших кругов за то, что где-то он вроде бы не увидел синий флаг. В итоге экипаж Стефана Саразана, Егора Оруджева и Сергея Сироткина начнут гонку от четвертого места. Ну а на поле восьмерка Toyota. Алонсо накануне побил рекорд, и Буйми будет стартовать с пола. Буйми говорит, что, конечно же, здесь очень много бетона, очень много кочек, и будет сложно для машин, сложно для пилотов. Многое зависит, тем не менее, от них, и они должны постараться. Тоже начинается по-настоящему супер-уикенд в Сибринге. И он стал возможен благодаря совместным усилиям Западного автомобильного клуба Франции, и Чемпионата мира по гонкам на выносливость, и ИМСы. Президент ИМСы, Скотт Азертон, рассказывает, что это действительно результат серьезного сотрудничества всех этих организаций, а также Международной автомобильной федерации и руководства трассы. И все это говорит очень о многом. Все сложилось воедино, и все видят, насколько все просто восхищены. Также рассказывает Джерар Нуву. Руководитель ВЭКа, что здесь проходят в один уикенд, две просто фантастические гонки. И можно посмотреть просто на лица болельщиков, на лица работников команд, на лица пилотов. Видите, на них большую радость и удовлетворение. Ну и теперь все внимание. Гранд-маршалу этой гонки, Аллану Макнишу, который даст старт прогревочного круга. Аллан Макниш выигрывал здесь в Сибринге 12-часовой марафон. Гонка все ближе и ближе. Впереди сложные 8 часов. 10 секунд. Гранд-маршалу. Итак, Аллан Макниш дает отмашку с зеленым флагом. И все готово к старту на трассе протяженностью 6 километров 19 метров. Хорошая погода, 32 градуса Цельсия, температура воздуха. Но чуть позже может пойти дождь. Больше 150 тысяч болельщиков здесь собрались. Механики готовы к работе. На полпозиции в Олимпе 1 восьмерка Тойоты. И здесь же рядом на первом ряду Тойота под номером 7. На второй линии третий Ребелион и 17-й экипаж СМП Рейсинг. Там Алла Ран и Стефан Саразан начнут гонки. А Виталий Петров стартует с пятой позиции. Напарник Михаила Алешина и Брэннан Хартли, который здесь заменяет Баттона. У полупозиции в других категориях мы уже говорили. И вот отмашка флага. Впереди 1000 миль, что составляет 268 кругов. Либо 8 часов. Что из этого закончится раньше, то и послужат причиной для окончания гонки. Итак, две Тойоты начинают отрываться. Очень сильная атака здесь была со стороны Виталия Петрова на Ребелионы. В какой-то момент казалось, что он выйдет на третье место. Но не получилось. Он остается на пятой позиции. А здесь был контакт в категории GTM. Между Матиасом Лаудой на Астон Мартине и Джанлока Родой на Порше под номером 88. И также Диджо Перфетти опередил Христиана Ридо и захватил лидерство в категории GTM. Здесь же мы видим сражение за шестое место. И Бен Хенли на прототипе BR-1. Команда Dragon Speed опережает Бруно Сену из первого экипажа. Здесь немножко перемешали экипажи в Ребеллионе. Теперь новым напарником Сены и Джан является Матэ Бэш. Заменивший здесь Андре Лоттер, он пропускает эту гонку, чтобы лучше на симуляторе подготовиться к следующему этапу в формуле Е, которая пройдет в Китае. Ну а в третий экипаж вместо Бэша, Кларану и Минезосу приходит на тоннель Бертон. Увидели также сражение в Олимпи-2. И Николай Лапьер прошел Хопи Туна в сражении уже за второе место. И также к Хопи Туну приближается Энтони Дэвидсон. Так что в этой полупозиции лидеры чемпионата сейчас теряют места. И также, похоже, неспроста терял позиции первый экипаж Ребеллиона. Потому что Бруно Сена сейчас заезжает на Питвейн. И здесь явно механические неполадки. Тем временем в категории GT Pro идет сражение за четвертое место. Антонио Гарсия на корвете, стартовавший пятым, сейчас атакует Штефана Мюки. Гонщика Форда, представителя команды Чипа Ганаси. Пытается опередить его по внешнему радиусу в бетонном последнем повороте в связке 16-го и 17-го. И ему удается это сделать. Действительно, Гарсия отыгрывает одну позицию по отношению к стартовой. И поднимается на четвертое место. Ну а позади них также идет сейчас напряженная битва в категории GT Pro уже за восьмую позицию. Здесь Давида Ригана догоняет Никитим на Астмартине под номером 95. Также пытается совершить обгон по внешнему радиусу. Посмотрите, какие огромные здесь стыки между бетонными плитами. Какие большие трещины. Это настоящая особенность. Я бы сказал, характер трассы в Сибринге. И мы видим, что также уже прототипы LMP1 сейчас догнали всех на круг. Здесь мы видим Виталия Петрова и Бена Хэнли, которые в свою очередь ведут борьбу за пятую позицию. Ну а Никитим в итоге здесь смог пройти Давида Ригана и переместился на восьмое место. Это было в первом повороте. И теперь Давида Ригана догнал другой гонщик Астон Мартина, Алекс Лин. У Феррари совсем нет скорости в начале гонки. Возможно, не настроились изначально под жаркую температуру. Или, в принципе, сейчас условия трассы не подходят общему поведению их автомобиля. Итак, Алекс Лин перемещается на девятую строчку. Но Ориган уже только лишь замыкает первую десятку внутри своей категории. Что же касается категории GTA, то здесь у нас сейчас идет дуэль между напарниками по команде. Джан Лука Рода, 59-летний, выступающий в одном экипаже с Матео Короле и своим сыном Джорджо Родой, смог опередить босса их команды Христиана Рида, который, напомню, стартовал с полу на машине под номером 77. Здесь же Бен Хенли догнал Виталия Петрова. Это, напомню, битва за пятое место. Бен Хенли недели ранее дебютировал в серии Индикар. Правда, впервые выступал в открытых колесах аж за 10 лет. В то время как он здесь выступает в гонках на выносливость уже достаточно давно. И там у него не все клеилось, не удалось найти темп. К тому же команда новая, все та же Дрэгон Спид. Мы видели, как там машины прыгали буквально на кочках. В общем, у Дрэгон Спид и Бен Хенли в Индикаре пока что дела идут сложно. Из-за этого, кстати говоря, поскольку там работала та же бригада, они пропустили тесты, которые здесь проходили недели ранее. Ну, а лидирует по-прежнему Тойота под номером 8. И сейчас вы могли отчетливо видеть, насколько здесь действительно остро стоит вопрос трафика. Трасса узкая и иногда обгонять достаточно сложно. Энтони Дэвидсон тем временем заезжает на Питвен. Пилот команды Дрэгон Спид, именно их 31-й экипаж из LMP2. Достаточно ранняя остановка была на 23-й минуте. Ну, а лидеры и обыкновили полупозиции, лидеры чемпионата и ранние лидеры этой гонки. 38-й экипаж команды Джеки Чендиси Рейсинг не просто так теряли много позиций, потому что были вибрации, были проблемы с электроникой. И в итоге они еще и в гараж потом отправятся и потеряют очень много времени. За четвертое место тем временем продолжается ожесточенная схватка в GT Pro. Потерял сейчас Антонио Гарси отыгранная позиция. Причем не только отыгранную позицию вернул обратно Штефана Мюкки, но также его и Мартин Томчик сейчас прошел на BMW по номерам 81. Так что четвертого места Гарси, стартовавший пятым, разом откатывается на шестое. И тут же оказывается под прицелом Рихарда Лидса, чемпиона 2015 года, на Porsche по номерам 91. Ну а Мартин Томчик, в свою очередь, опередив Гарси, теперь обгоняет и Штефана Мюкки и поднимается уже на четвертое место. И между ними в момент сражения даже был небольшой контакт. А напарник Мартина Томчика сражается еще выше. 82-й BMW сейчас пилотирует Августа Фарфос. И сейчас он борется за второе место с Гарри Тинкнеллом. Пытается опередить Ford номер 67. Поравнялся с ним, и что же Августов Фарфос? Визуально намного больше, чем Ford BMW сейчас действительно поднимается на второе место. Лидирует в этой категории, стартовавший с пола Кевин Эстрена, Porsche по номерам 92. Вот только что его машина мелькнула на ваших экранах. Они, напомню, также лидируют в чемпионате с преимуществом в 43 очка. Над Штефаном Мюкки и Оливье Плаа, над гонщиками 66-го Ford. Что же касается Ника Девриса на желтой долларе команды Голландии, то он вообще стартовал в этой гонке с самой последней, 33-й позиции, 34-й позиции. Дело в том, что здесь мы видим с лидерами категории GTM был острый момент с Porsche команды Project One. Дело в том, что Ник Деврис накануне превысил скорость на Питвене в квалификации. Так что все времена этого экипажа удалили. И как итог, последняя 34-я позиция на старте. Но, несмотря на это, он не только уже успел опередить все машины GT, но также боролся без малого за второе место с Пьером Тьерьей. Смог пройти гонщик команды Альпин. Альпин здесь впервые выступает не на шинах Данвап, а на шинах Мишлен. При том, что Данвап, в свою очередь, представил здесь уже третий состав по ходу этого сезона. Из трех возможных, которые можно обновлять по ходу чемпионата. Или представлять. И вот мы видим тот момент. Атака по внешнему радиусу. И Ник Деврис на Даларе по 217 опережает машину Арика 07, которая у Альпина брендирована как Альпин А470. Возвращаемся обратно к GT. Мы также видели ранее, как Фарфов все-таки смог пройти Кивина и Стре. И гонщик BMW вышел на первую позицию. Но сейчас в конце первого часа в GT проходят первые остановки. В LMP1 уже также прошли первые пидстопы. Ну и что же, здесь оба Форда и BMW сейчас на Питвейне. Мартин Томчик с рулем. 81-я машина Нику Касбургу сдает свою смену. Гарри Тинкнелл с рулем 67-го Форда заменяет Энди Приоль. Ну а Штефан Мюки сдает свою смену Билли Джонсону. И в итоге Джонсон здесь впереди Нику Касбурга. И также Энди Приоль тоже возглавляет всю эту группу автомобилей, которые покидают сейчас Питвейн. Останавливаются и Порше. Накануне, напомню, 92-й экипаж уже шел на второй позиции. Только лишь их смог обеспечить. И сдает ее Микелю Кристенсену. И также останавливаются представители 82-го экипажа, которые вышли вперед. Фарфус дал смену Спенглеру и общается сейчас с нами. Я знал, что при такой температуре на этой трассе ключевую роль будет играть работа с шинами. Так что я просто старался следить за их состоянием и слишком сильно их не расходовать. Я видел, что впереди ребята атакуют чуть больше, чем надо. И при этом продолжал следить за моими шинами. Понимал, что это наши единственные шансы, что впереди еще длинный отрезок. И в итоге мы показали хорошую скорость. Это здорово. И теперь важно добраться на этой же позиции до финиша. Но на самом деле позицию они теряют, потому что Спенглер возвращается на трассу только вторым. А лидирует сейчас Энди Приоль на Форде под номером 67. Причем с достаточно большим запасом. Более чем в 6 секунд. Что же касается дальнейшего сражения, то здесь сразу четверо пилотов сражаются за второе место. Представители трех разных марок. Второй Бруно Спенглер на BMW. Затем Кристенсен на Porsche. Билли Джонсон на Форде. И Никасбург тоже на BMW. И здесь мы видим, как Джонсон проходит Касбурга за четвертое место. Тем временем Фернандо Алонсо готовится к своей смене и наблюдает за Себастьяном Буйми, который в свою очередь очень активно атакует трафик. И все здесь на грани. И большая неудача, к сожалению, для Виталия Петрова, который шел на пятом месте. Незадолго до второй плановой остановки взрывается заднее правое колесо. И сейчас Виталик делает все для того, чтобы добраться до Питвейна. Здесь боксов практически нет. Это шатры фактически внутри трассы, как обычно это бывает в Америке. Полностью американская культура гонок здесь вплоть до системы флагов и правил используется на этой гонке. И Виталий добирается до своих механиков. Снимают кожух двигателя, снимают хвостовая перенес его прототипа BR-1. Там пришлось потратить некоторое время, чтобы очистить заднюю подвеску от корда, от остатков шины. К тому же было повреждено охлаждение задних правых тормозов, пришлось производить ремонт. Ну а здесь Себастьян Буйми сдает смену Фернандо Алонсо, который лидером возвращается обратно на трассу. Одиннадцатый экипаж СМП Рейсинг на российском прототипе BR-1 продолжит сражение. Но будет потеряно здесь несколько драгоценных минут. Тем временем Алан Макниш пришел пообщаться с болельщиками. Также отметим, что Хосе Мари Лопес на седьмой Тойоте, который стартовал в этой гонке, сдал смену Кабояши. И сейчас следом за Алонсо Кабояши идет вторым. Мы же перемещаемся к Макнишу. Эти ребята приезжают сюда еще с начала девяностых. Селятся здесь в палатках, в домах на колесах. И здесь они свою трибуну построили. Я впервые приехал сюда в 1997 году и понял, что здесь по-настоящему страстные болельщики. Это трасса старой школы. И ты это действительно чувствуешь. Это делает ее особенной. И это делает ее привлекательной, в том числе и для болельщиков. Они строят вот такие сооружения фактически по всей трассе. И строили их, начиная еще со среды. Готовили свои позиции для того, чтобы следить за гонкой. И самый, наверное, здесь яркий фан-клуб – это клуб 10-го поворота. Здесь действительно особенная атмосфера. Это просто невероятно. Их объединяет страсть к гонкам. Это, конечно же, не единственная причина, по которой они встречаются. Они большие друзья. Но у них своя, можно сказать, такая ассоциация, свой клуб. И в Паддеке здесь действительно очень много болельщиков. Продолжается тысячемильная гонка в Сибринге. Егор Оружев сейчас вернулся на третью позицию. Перед этим на третьем месте шел его напарник по экипажу – Стефан Саразан. И боролся и с Лораном, и с Менезосом, которые уже провели свои смены за рулем третьего Ребиллиона. Но после пидстопа под номером 2, к сожалению, позиция была упущена. Однако ненадолго, потому что вскоре Егор Оружев смог красиво, используя кругового пилота, опередить на тоннеле Бертона. Уже третьего пилота за рулем Ребиллиона в этой гонке. И в итоге Егор возвращает экипажу под номером 17 российской команды СМП Рейсинг на прототипе БР-1 третью позицию. Некоторые механики здесь уже спят. И также продолжается напряженная битва за второе место в GT Pro. Перед ними здесь оказался лидер класса GTA. Это 56-й экипаж команды Project One. Что же касается этого сражения, то здесь Бруно Спенглер, Миккель Кристенсен, Билли Джонсон и Ник Кадвург. И к ним также приближается Корветт под номером 63. Фернандо Оонсо на 10 секунд сейчас опережает Камуэ Кабояше. Ну а лидер в категории GT Pro по-прежнему Энди Приоль. У него преимущество в 14 секунд. И ему сказали, что к нему никто не приближается. Олонсо же говорит, что здесь очень не повезло ему в трафике. Но ему говорят не беспокоиться продолжать. И, к сожалению, Егор Оруджев разбивает машину. Егор, который так красиво вернул обратно своему экипажу третье место. Здесь также появлялись некоторые капли дождя. Мимо проходила туча, но она по большей части действительно трассу не зацепила. Что же касается Егора, пилота из северной столицы, то ему, к сожалению, очень сильно не повезло. Перед ним был круговой автомобиль команды Dragon Speed. И он очень сильно замедлился, как потом сам Егор рассказывал в середине поворота. В этот момент Егор, который стал чуть расширять траекторию, еще и потерял прижимную силу. И оказался за пределами трассы. Обидное окончание гонки на довольно ранних ее стадиях для экипажа, который имел все шансы. Финишировать на подиуме. Из-за этой ситуации появляется виртуальный пейскар. И все лидеры пользуются этим для того, чтобы совершить свои остановки. И на машине под номером 8 для Фернандо Алонсо проводят только дозаправку. Это лидеры категории GT Pro. Машина под номером 67. Мы к их, скажем так, неудовольству в какой-то степени. И мне везет, выпускают пейскар. Так что их отрыв уже в 14 секунд здесь нивелируется. Это, конечно же, несколько разочаровывает меня, говорит Приоль, который сдал смену Джонатана Бомарита. У меня был очень хороший первый круг выезда из боксов. Я провел хороший отрезок и смог создать хороший задел над второй позицией. Что же касается Галя Тинкнелла, то у него был очень непростой первый отрезок. Но он сделал отличную работу и удержал свою позицию. А я смог выйти за счет хорошего круга выезда с Питвейна на первое место после нашего первого пидстопа. И я был доволен своим отрезком. Но, к сожалению, пейскар теперь все это нивелирует. Нивелирует наше преимущество. Но это гонки и такое бывает. Итак, сейчас заезд возобновляется. Позади 2 часа 12 минут гонки. И на рестарте Toyota по номерам 8 вновь рывается вперед. А вот их сестринский седьмой экипаж, который накануне здесь возглавил две тренировки. И также неделю назад, за неделю до гонки возглавил все четыре сессии тестов, которые проходили в рамках двух дней. Сейчас несколько застрял в трафике. За пятую строчку очень идет напряженная борьба в классе GT Pro. Маркус Оренсон и Алекс Лин из Астон-Мартина сдерживают Кевина Эстре. Здесь были неприятности у 92-го экипажа Porsche. Они потеряли несколько позиций. Действительно откатились сейчас на седьмое место, потому что у них отказал задний правый фонарь. Его пришлось менять. Так что они потеряли второе место, которое у них было после первых пидстопов. Что же касается Джанкаро Физикелы, то бывший гонщик Формулы-1, выступающий на Феррари. Команда Spirit of Race в классе GTN сейчас начинает догонять своих соперников. Он идёт впереди Педро Ламе, также бывшего гонщика Формулы-1, но более раннего поколения, которое сейчас пилотирует Астон-Мартин под номером 98. И Физикелла смог пройти Мэтта Кэмпбелла, управляющего Porsche под номером 77. Команда Депси Протон в битве за вторую позицию. Но на этом Физикел явно не намерен останавливаться и хочет побороться за лидерство. Вот здесь мы видим, что пытаясь удержать позицию, даже Мэтт Кэмпбелл, австралиец, несколько выехал за пределы трассы, попылил, но место удержать не смог. И теперь Йорго Бергмастера догоняет Физикелла, одного из заводских пилотов Porsche. Вообще здесь просто невероятная история. Шасси машины Project One, Porsche под номером 56, сгорела за неделю до гонки на тестах. И они получили новую машину по ходу недели, смогли ее собрать, настроить и сейчас по-прежнему лидируют. Это настоящая фантастика, как раз об этом рассказывает и Диджо Перфетти. Команда проделала отличную работу, и Porsche, и наши поставщики службы логистики, они очень нам помогли доставить сюда вторую машину. Мы были рады тем, как она управлялась в квалификации, показали хорошую скорость, и еще в большей степени довольны ей в гонке. И Йорк Бергмастер сейчас справляется отлично с своей работой, посмотрим, как все сложится. Конечно же, Физикелла будет жестко атаковать, и действительно так и было, но Физикелла здесь перестарался. Гонщики не поделили трассу, Бергмастер оставался на средней траектории. У Физикелла машина стала чуть-чуть идти наружу, то ли он сам расширил, то ли появилось, когда он встал на газ. Недостаточная поворачиваемость, но так или иначе он выбил фактически Йорка Бергмастера и захватил лидерство. Ну а Бергмастер после разворота продолжил гонку на пятой позиции. Ну а Физикелла за это впоследствии получит штраф. Что же касается лидеров, то Семерка сейчас совершает свой четвертый плановый пидстоп на отметке в 2 часа и 47 минут гонки. Камой Кабояши сдает смену Майку Конвы. Останавливаются и лидеры, их сестринский восьмой экипаж кругом спустя. И сейчас Алонсо свою первую смену заканчивает. Его за рулем заменяет Кадзуки на Каджима. Ну а Пастер Мальдонадо из команды Дрэгон Спид из экипажа Олимпи-2. Напомню, у них также есть машина в Олимпи-1. Сейчас на выходе из последнего поворота немножко перестарался. Попал на червячки, подскользнулся на внешней линии и разбил заднее крыло. На самом деле у них уже ломалось заднее крыло ранее в гонке. Правая торцевая пластина, скорее всего, от вибрации. Но на этот раз это действительно была авария, и из-за обломков появляется виртуальный пейс-кар. Лидеры и практически все экипажи категории GT Pro пользуются сейчас этим пейс-каром для того, чтобы совершить свои остановки. Ну а служба маршалов, типичная американская служба профессиональных маршалов, здесь все по американской гоночной культуре проходит, убирает обломки. А гоночный директор Эдуардо Фрейто сейчас по радио обратно возобновляет гонку. 67-й Форд продолжает лидировать. Впереди 81-го экипажа команды BMW, но здесь уже нет огромного запаса. BMW сейчас управляет Александр Симс, который оказывает серьезный прессинг на Джонатана Бомариту, который пилотирует Форд под номером 67. Что касается дальнейших сражений, то Джан-Мария Бруни сейчас догнал Антонио Феликса до Кошту. Здесь было расследование по двум машинам Астон Мартина относительно возможного обгона под виртуальным пейс-каром. А в какой-то момент здесь очень забавно. Симса до Кошта, гонщики BMW шли вторыми и третьими друг за другом. И мы помним, чем закончилась гонка Формулы Е в Маракеше, когда они шли рядом и боролись. Но здесь, можно сказать, их разделил к их же безопасности в сражении за третье место с до Кошты. Джан-Мария Бруни, который теперь замыкает первую тройку на Порше по номерам 91. А вот здесь мы видим, как свой пятый пистоп совершает, идущий на четвертом месте, прототип команды Dragon Speakers и ЛМП-1. А там Хендрик Хедман сдает смену Бену Хендли, который уже второй раз сядет за руль. На третьем месте перед ними продолжает идти Ребелион по номерам 3. Но возглавляют гонку по-прежнему две Тойоты. Кадзукина Каджима, принявшие смену у Алонсо, сейчас очень уверенно чувствует себя в трафике. Небо сейчас сильнее затянулось тучами, и мы видим битву за пятое место в ЛМП-2. Ночь также начинает вступать в свои права, и фары светят все ярче. Здесь мы видим Франсуа Перудо на пятом месте, и с ним сражается Романо Риши из команды Warbreak Competition. Это другая битва Мальдонадо, несмотря на аварию, сейчас идет четвертым. Ранее, мы помним, он разбил заднее крыло, и он догнал другого бывшего гонщика Формулы-1, Гиду Вандергарда из команды Голландии в сражении за третье место. Голландия против Венесуэлы, но пока что ярко-желтый прототип остается впереди. У них там слабое звено в команде. Это Фринс Ван Ирт, который, собственно говоря, и спонсирует этот коллектив с помощью супермаркетов, которыми владеет его семья, компания Джамбо. Они также являются спонсорами личными у Макса Ферстаппена. Но вот Вандергарда и Ник Деврис едут очень шустро. Что же касается битвы за второе место в классе GT Pro, то Астон Мартин в итоге не получил штраф ни один из их экипажей. И сейчас Никитим атакует Александра Симса уже в битве за второе место. По ходу гонки Астон Мартин поднимался все выше, выше и выше. И вот сейчас видим, что 95-й экипаж уже смог добраться до второй позиции. Тем временем продолжается битва между двумя Тойотами. Еще недавно между ними было 7 секунд. Но сейчас мы видим, что разрыв варьируется от 1,7 до 3,3. Было менее удачный пистоп накануне у восьмого экипажа. Так что семерка смогла сократить отставание. Я думаю, что на предыдущем пистопе наши напарники потеряли некоторое время, рассказывает Хосе Мария Лопес. И действительно, все очень плотно здесь в трафике. Сегодня это один из решающих факторов. Все зависит от того, насколько ты сильно рискуешь, обгоняя более медленные машины. Но впереди еще длинная гонка. Так что посмотрим, как все сложится. Надеюсь, что мы доберемся до финиша без проблем двумя автомобилями. Останавливаются сейчас в 91-м экипаже Порше. Джан-Мария Бруни двукратный чемпион ВЭК в GT. Сдает смену чемпиона 2015 года Рихарду Литцу. Остановились уже также 67-й Форд и 92-й экипаж Порше. Совершили они свои четвертые плановые пидстопы. Ну а здесь битва за третье место. Сейчас 95-й Астон Мартин, который теперь идет третьим. И которым управляет Даррен Тернер. Даррен Тернер впервые возвращающийся за рулитой машины после Лимана. Под атакой Кевина Эстре. А это итоги первых четырех часов гонки. Две Тойота лидируют. Впереди Ребеллиона и экипажа СМП Рейсинг, который уже добрался, несмотря на прокол, до четвертой позиции. Они смогли пройти Дрэгон Спит. И Брэндон Хартли, следом за Петровым и Алешином, проводят очень хорошую смену. Что же касается ЛМП-2. Там продолжает лидировать 37-й экипаж команды Джеки Чан Ди Си Рейсинг. Он был полностью обновлен по своему составу. Накануне там выступают Вилл Стивенс, Дэвид Хайнмер Хансен и Джордан Кинг. Ну а здесь в Олимпиаде по-прежнему впереди Кадзуки Накаджима, впереди седьмого экипажа Майка Конве. Мы видим сейчас их времена и действительно уже на этот момент гонки предыдущий рекорд Паума. Уже говорили, что Алонсо накануне побил квалификационное время и предыдущий квалификационный рекорд Марселя Фесслера на 3,7 секунды. А гоночный рекорд здесь был у Себастьяна Бурде и он его поставил аж в 2009 году на Пежо 980. С тех пор он держался 1.43.274, но здесь его уже побили. А это момент разворота Даррена Тернера за рулем 95-го Астон Мартина. Мы ранее помним, как догнал эту машину Кевин Эстре на Порше по номерам 92. Долго он пытался Тернера пройти. В какой-то момент на выходе из шпильки седьмого поворота Тернер замешкался. Там к тому же небольшая змейка на выходе из виража. Не так просто вставать на газ и в итоге здесь не стал поднимать ногу с педали газа в этот момент Эстре. И попросту развернул Даррена Тернера, переместившись таким образом на третье место. Ну а Тернер потерял несколько позиций. И откатился на седьмое место. Но Эстре получил стоп-энд-гоу. Наказание. И в свою очередь потом откатился тоже на седьмую позицию после этого инцидента. Здесь же были технические проблемы у Матэ Бэша. Его развернуло, потому что у него есть определенные неполадки с переключением передач. Ранее мы помним, что уже были у них технические неприятности в самом начале гонки. Уже я рассказывал, что нет на этом этапе в составе данного экипажа Андре Лоттера, который предпочел этой гонке подготовку на симуляторе Формулы Е. К следующему этапу, который пройдет в Китае. А здесь был другой момент. Лопес очень сильно прыгнул на порибрике, причем который находится между двумя, грубо говоря, асфальтовыми зонами. Опережал он Джонни Адама из категории GTM, который пилотировал Астон Мартин. И в итоге все это не прошло бесследно. Лопес повредил днище седьмой Тойоты. Пришлось его ремонтировать практически три минуты. И из-за этого они потеряли несколько кругов по отношению к сельтаринской машине. Так что борьба не продолжается. А здесь за пределами трассы оказывается Матэ Бэш. Вновь вылет. И похоже, что неприятности продолжают мешать их автомобилю. Здесь в итоге долетает до барьера и получает гонщика Швейцарии. Точнее, его машина. Значально серьезные повреждения. И он пытался пройти на круг Франческо Костылач. И вот в чем было дело. Ошибся здесь Матэ Бэш. Эдуардо Фрейто скомандует данному коллективу, чтобы они отвезли машину в их шатер, который здесь заменяет боксы. Боксов здесь нет. Вы видите, что, как и в Америке, обычно здесь команда работает спитвол. Но их питвейн находится не параллельно прямой старт-финиш. Там находится питвейн Имсе, американского чемпионата по угонкам на выносливость. А вот питвейн Века находится между 15 и 16 поворотами на обратной прямой. Здесь был очень неприятный момент у Буйми, у которого едва не было столкновения с Ренгером Вандерзанда из команды Дрэгонспид. Это 10-й экипаж из ЛМП-1. Уже их прошли в СМП Рейсинг и смогли подняться на 4-е место. И сейчас свою смену проводит Виталий Петров, у которого здесь разворачивает автомобиль. Но, к счастью, все обходится без столкновения со стеной. И они продолжают идти на 4-м месте. И еще есть шанс побороться за подиум. Слово напарнику Виталия Петрова и Михаила Алешина Брэндону Хартли. Да, конечно же, нужно просто чисто проводить эту гонку. Мы потеряли некоторое время после первого отрезка из-за прокола, когда пилотировал Виталий. Но сейчас мы можем вернуться на хорошие позиции. Правда, нам здесь стоит надеяться только на проблемы других соперников. Так что важно просто чисто продолжать гонку. В машине достаточно жарко, и я готовлюсь к следующему отрезку. А завтра мне предстоит провести еще одну гонку. И проблемы также продолжаются на машине Dragon Speed по номерам 10. Неполадки с коробкой. Не исключено, что это могло произойти из-за очень больших кочек здесь в Сибринге. Тем временем 37-й экипаж команды Jackie Chan DC Racing останавливается. Вилл Стивенс дает смену Дэвиду Хэнэмэру Хансену, который в Сибринге на машине класса LMP2 выступает впервые с 2015 года. И также здесь у них напарник Джордан Кинг, в прошлом пилот Индикара и Формула 2, тоже совершает свой дебют. Лидирует в категории GT Pro по-прежнему 67-й Ford. Они тоже останавливаются. И смену вновь принимает Джонатан Бумарита уже второй раз. А Себастьян Буэми заезжает на Питвейн седьмой раз для восьмой Тойоты. И он продолжит смену, в то время как Алонсо готовится к тому, чтобы проводить также свой второй отрезок. Итак, Буэми на восьмой Тойоте лидирует в классе LMP2. Джеки Chan DC Racing, Дэвид Хэнэмэр Хансен возглавляет категорию LMP2. Буэми в LMP1, простите, Джонатан Бумарита лидирует в GT Pro на Ford по номерам 67. И 77-й автомобиль Porsche команда Dempsey Proton под управлением Джульена Андальера возглавляет категорию GTM. Давайте насладимся колоритом гонок во Флориде. Команда Синатек Альпин продолжает занимать вторую позицию в категории LMP2. LMP2 напомню, что начиная с этого этапа они перешли с Шин Данлоп на Шин и Мишлен. Николай Драпьер закончил свою смену и за руль садится Андре Неграу. Учитывая проблемы главных соперников 38-го экипажа, они могут выйти в лидеры в классе LMP2 в чемпионате по итогам этой гонки. Сейчас здесь темно и здесь в темное время суток проходит сложнее, чем на многих других трассах. К тому же за траекторией на внешних линиях очень много червячков, в трафике приходится очень непросто и становится все сложнее к концу гонки. Но хотя бы сейчас температуры стали чуть ниже, температура воздуха снизилась, нам это немножко помогает и также позволяет несколько поиграть со стратегией. Возможно дальше мы будем ставить более мягкие шины. Сейчас Джонатан Бомарит, лидера этой гонки, догнал Мартин Томчик на BMW по номерам 81. И Бомарит, говорят, Джей Би, ты отлично справляешься с своей работой. Твой запас 1,7 и постарайся удержать его позади своего соперника. Также они здесь несколько застряли за лидерами класса GTM, за Porsche по номерам 77 команды Dempsey Proton. Напомню, что ранее Porsche были дисквалифицированы накануне Шанхая за то, что, как выяснилось, у них была взломана программа логеров, датчиков, которые отправляли время, проведенное на Петвейне судим. И по факту, как выяснилось, они проводили больше времени на Петвейне, так что их в итоге оштрафовали. Сняли все ранее заработанные очки в этом году. Ну и что же, Томчик проходит Бомарит и перемещается на первую позицию. Ну а на следующем петстопе Джонатан Бомарита сдает смену Гарри Тинкнову, который начинал эту гонку. И они здесь выбирают очень интересную тактику. Уже изношенные шины ставят на переднюю оси, новые на заднюю. Это их шестой плановый петстоп, и позади осталось уже больше шести часов гонки. Также петстоп проходит и в Porsche по номерам 91. В двух экипажах Porsche команда Олф Монте здесь решили не менять составы, не расширять их до трех пилотов. Их руководитель сказал, что в 8 часов не намного больше шести, так что они справятся. И вот Рихард Литц, принявший очередную смену у Джан-Марии Бруни, сейчас продолжает гонку. Что же касается Тойоты под номером 8, то они уже совершили свой восьмой плановый петстоп. Алонсо принял смену у Буями, и, конечно же, Алонсо в прошлом году обрел уже серьезный опыт ночных гонок. И в этом году выиграл 24 часа Дайтона, так что прекрасно знает, что это такое. В прошлом году он фактически только учился. Команда Феррари стала выглядеть лучше ближе к концу гонки. Партнеры СМП Рейсинг, команда Ф-Корс, и сейчас Джеймс Каллада идет на четвертом месте. И впереди Кевина Эстре, который продолжает прорваться. У них была и замена заднего правого фонаря, и штраф в этой гонке. Так что лидеры потеряли много мест. Ну а здесь неполадки на Ребелионе под номером 3. Были неполадки, были проблемы с электроникой. Пришлось менять блок управления двигателем. И на этом они потеряли 6 часов, что позволило сейчас 11-му экипажу команды СМП Рейсинг на российском прототипе БР-1 под управлением Михаила Алешина выйти на третье место. Буквально за полчаса до конца гонки все-таки пошел дождь, который начинал капать здесь еще на отметке в 2 часа. Но тогда туча прошла мимо. Вначале здесь постоянно свинцовые облака висели около трассы. И вот пошел очень сильный заряд дождя буквально за 20 минут. Эдуардо Фрейтес, гоночный директор, сказал всем, что трасса сырая ошибается. Здесь Энди Приоль мы видим, занимающий третье место в категории GT Pro. И сейчас некоторые гонщики, пусть и под самый конец гонки, но начинают менять шины. Слики сейчас меняют на промежуточную резину для 37-го экипажа команды Jackie Chan DC Racing. И здесь также следует ошибка для экипажа под номером 50 команды Warbra Competition. Обе Тойоты на Питвейне. У них тоже здесь происходит смена резины и меняют. Слики на промежуточные шины. Никасбург заезжает на Питвейн. Происходит дозаправка и смена резины на дождевую. И также на пидстопе Джан-Мария Бруни. Здесь только ему ставят дождевую резину. Топлива здесь уже не требовалось. Никасбург продолжает идти на втором месте, но лидирует Порше под номером 91. Что касается восьмой Тойоты, то примерно за 15 минут до конца гонки и 5 минут спустя после предыдущего пидстопа, когда дождь усиливается, они вновь заезжают на Питвейн, чтобы на этот раз уже промежуточные шины сменить на дождевые. То же самое делает и седьмой экипаж. За рулем восьмерки находятся Кадзуки Накаджима. За рулем в семерки Камой Кабояши. И мы видим, что здесь был шероховатый момент у лидера в категории GTA. Мэтт Кэмпбелл за рулем 77-й Порше ошибся. А это то, что было еще до пидстопа. У Кабояши поэтому, возможно, им потребовался еще один пидстоп. Ильюк Дюваль опытнейший ошибается в этих непростых условиях. И мы видим, что буквально зарылась здесь его машина. А река 0,7 в покрышке. Эта авария вызывает за 10,5 минут до конца гонки появление на трассе Пейскара. Видим лидеров во всех категориях. Накаджима, Стивенс, Бруни и Кэмпбелл. Соответственно, Тойота, А река 0,7 команда Джеки Чана. Заводская Порше и частная Порше команды Демпси Протон. И вот последний круг. Эдуардо Фрейтес говорит, что Пейскар погасит огни и свернет на Питвы. Но до линии финиша никто никого обгонять не имеет права. А там клетчатый флаг и победа для Тойоты под номером 8 в гонке 1000 миль Сибринга. Победа для Кадзукина Каджима, Себастьяна Буйми и Фернандо Алонсо. Радуется также их консультант, в прошлом их пилот Александр Вурц и подиум для СМП Рейсинг. Это дубль для Тойоты, но АСМП Рейсинг финиширует на третьем месте, второй раз подряд после Шанхая. Виталий Петров и Михаил Алешин. И также с ними поднимется на этот раз на подиум нет Дженсен Баттона Брэндон Хартли. Кадзукина Каджима говорит, что на финишной линии, на прямой старт-финиш даже на последних кругах до появления Пейскара машину мотала на полном газу и было очень сложно. И он просто старался добраться до финиша. А победа это фактически бонус даже к тому, что они просто добрались до кличного флага в таких сложных условиях. В GT Pro выигрывают Рихардлица Джан-Мария Бруни. Они провели хорошую и чистую гонку, что и позволило им выиграть. Говорит Джан-Мария Бруни, двукратный чемпион ВЭК в категории GTM. Рихард провел старт и потом мы были все ближе и ближе и ближе к нашим соперникам. Последние три часа мы провели на второй позиции, приближались по-прежнему к BMW. Это была хорошая гонка, мы довольны. Отличная работа со стороны всей команды Офомонте, со стороны Порше, со стороны меня и всех-всех-всех. Мы рады вернуться обратно на первое место. Это первая победа для экипажа совместного Рихарда Литца Джан-Мария Бруни для двух чемпионов. Но Амвел Лимпи-2 выигрывает, проводивший свою первую гонку в этом составе, новый экипаж под номером 37. Дэвид Хейнмер-Хансен, Джордан Кинг и Вилл Стивен содерживают победу. Ну а 77-й экипаж команды Дэпси Протон в составе Христиана Рида, Журина Андальера и Мэтта Кэмпбелла выигрывает в гонку в классе GTM. И дождь здесь совершенно никак не испортил празднование. По итогам гонки на подиуме в Олимпиаде. Один победитель Себастьян Буйми, Кацуки Накаджима и Фернандо Алонсо. На втором месте Майконвы, Камой Кабояши и Хосе Мари Лопес. Дубль Тойоты. Здесь мы видим... Подиум в GT Pro. Джан-Мария Бруни и Рихард Литц впервые выступали... Впервые выиграли в рамках одного экипажа. И Джан-Мария Бруни впервые выиграл в ЭКе вместе с Порше. Ну и, конечно же, опять говорим о дубле Тойоты. Вот они, главные герои. Накаджима, Алонсо и Буйми. Конвы, Кабояши и Лопес на втором месте. Ну а СМП Рейсинг фактически здесь выигрывает гонку среди негибридных машин. Михаил Алешин, Виталий Петров и Брэндон Хартли на российском прототипе BR-1. Второй раз подряд финиширует на подиуме. Гонки в Сибринге. В чемпионате теперь восьмерка Тойота отрывается от семерки. И Тойота наращивает преимущество над соперниками в зачете команд. Это полные результаты гонки. И мы видим, что победители класса LMP2 добрались аж до четвертой позиции в абсолюте. Следующий этап суперсезона чемпионата мира по автогонкам на выносливость пройдет буквально через полтора месяца. Четвертого мая. Мы отправимся в легендарный бельгийский Ордене, где пройдет гонка шесть часов СПА. Традиционная боевая подготовка к Лиману, который тоже все ближе и ближе. До него уже меньше, чем 90 дней. На этом наш рассказ о гонке 1000 миль Сибринга 2019 года. О шестом этапе суперсезона ВЭК подошел к концу. Для вас работали комментатор Владимир Пашмаков и режиссер трансляции Павел Минин. Большое спасибо за внимание, друзья. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok